Приветствую вас. Для начала я хотел бы сказать, что некоторые ответы своих коллег я прочитал, помимо ваших вопросов, вашего текста. И мне показались наиболее интересными и, на мой взгляд, самыми такими ориентированными на вашу проблему, это ответ Кудрюшева, Игоря Леонидовича и ответ Бориса Никифорова. Мне кажется, что эти два ответа, они наиболее полно раскрывают вашу проблему. Вот. То есть, вот, как бы, Кудрюшев с точки зрения такой, такой, знаете, глубинной терапии, да, подсознания. А Никифоров больше такой чисто чувственной, эмоциональной, образной стороны. И, в идеале, вам нужно, вот, по всем этим двум направлениям, да, по двум направлениям, пройтись и поработать. Вот. То есть, мне кажется, что сперва Бориса, потом Сыгарем. Сыгарем. Это оптимальный вариант, ну, по крайней мере, так его вижу я. Далее. Интересно, что вы не задаете своего вопроса. То есть, вы пишете текст, он действительно полон боли, он действительно очень эмоционален. ээээ, действительно чувствуется, что вам, эээ, тяжело, что вы находитесь в отчаянии. Вот. Но, тем не менее, вы по-прежнему не задаете вопрос. То есть, вы не задаете вопрос. Вы не, ээээ, не делаете запроса к нам, к психологам. Понимаете? Понимаете? Что, в общем-то, позволяет говорить о вероятной, возможной неготовности эээ, вашей реально решать проблему. Вот. Я, конечно, не знаю здесь ничего. Вот. Но, мне это, мне это представляется именно так. То есть, вопроса нет. Соответственно, какого-то такого аналитического взрослого решения нет. Вот. И, по итогу остается только эмоции, только обида, разочарование, которое вы испытываете. И, по сути, это дело все. То есть, я очень рекомендую вам, эээ, обозначить для себя вопрос. То есть, что вот я хочу? Эээ, что я хочу спросить, что мне нужно? Какой у меня запрос? Понимаете? Я не буду вам сейчас говорить, какой у вас запрос, потому что я надеюсь сформулировать его в процессе разбора вашего текста. Вот. Но, мне кажется, что самым правильным здесь, сейчас, для вас, это именно, вот, эээ, формирование запроса. То есть, чтобы вы могли с психологом, эээ, начинали работать, эээ, с определением контракта. То есть, над чем вы работаете? Оба. И вы, и он. И, опять же, непонятно, мыли ли вы у психологов до этого, ээээ, консультировались ли вы. Если нет, то, то почему, если да, то какие, ээээ, какие результаты у вас, ну, добились ли вы чего-нибудь? Эээ, нет, судя по тому, что отношения не складываются, эээ, у вас, я полагаю, что, эээ, серьезных успехов в любом случае нет. Это понятно. Но, тем не менее, эээ, мне кажется, что эээ, нужно, вот эти моменты тоже нужно обязательно разобрать. И так, ну, вот опять со мной раздался молодой человек, со мной опять раздался еще один молодой человек, который назвал себе другую, и так всегда. Я как, и я как индикатор, эээ, со мной встречаются, встречаются, и вроде чувства есть, но потом вдруг раз, и уже, эээ, я уже не так. Вы понимаете, эээ, вот, как это обычно происходит, да, вот, в бытовой жизни, если не смотреть на те вещи, которые описал мой коллега, да, эээ, как это происходит? То есть, человек, грубо говоря, эээ, живет по определенному плану, да, и пытается строить отношения. Ну, как и все, в принципе. И, в один момент, эээ, какой-то, как правило, не очень счастливый момент, эээ, человек совершает ошибку. Ну, или даже не ошибку, а, вот, эээ, случайность. Происходит случайность, и человек, эээ, оказывается, ну, скажем, в безотношении, вот. И в этот момент, в этот момент, в этот момент, когда человек оказывается в безотношении, он делает вывод для себя. То есть, если, грубо говоря, ему, эээ, отношения очень сильно нужны, то для него, эээ, весьма, весьма большое значение играет тот факт, что он не смог построить отношения. И человек, человек, например, начинает бояться, человек начинает переживать, человек начинает, эээ, какие-то предпринимать действия для того, чтобы, ээээ, ну, чтобы построить отношения обязательно. Знаете, какая история? Вот. И, мне кажется, что в вашем случае, она, эээ, ситуация развивалась именно так. То есть, вы, ээээ, вначале, эээ, совершили, ну, скажем так, ошибку какую-то. Ошибку, которой даже, эээ, ошибкой нельзя назвать. То есть, это, эээ, просто, ну, какое-то действие, которое повлекло за собой, по случайности, ээээ, значит, ээээ, ну, разрыв отношений. Вот. Вот. Но, из-за того, что отношения для вас важны, очень сильно важны, аэээ, вы восприняли подобное происшествие слишком близко к сердцу. И, теперь, уже подсознательно, ээээ, боясь этого, вы, ээээ, сами не замечая того, в принципе, провоцируете. Провоцируете, ээээ, 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 себя и своих, например, молодых людей, ээээ, на то, чтобы, ээээ, они вас бросили. Так работает страх. То есть, чего мы боимся, то, чего мы боимся, то и происходит. То есть, мы думаем об этом, и для того, что мы об этом думаем, мы сами, ээээ, значит, себя, как бы, программируем на то, чтобы происходила такая ситуация. Вот. Это работает примерно таким образом. То есть, тут нужно проанализировать, когда был первый раз, из-за чего вы в первый раз со своим молодым человеком расстались, в самый первый раз. И вот из, вот уже из этого извлекать выводы, и уже от этого отталкиваться. Так, эээ, значит, но потом вдруг, раз, и я уже не та. Ну, тут, понимаете, понятно, что вы не можете, ээээ, эээ, вот вы, та, 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 да. То есть, вы все та, все та, все та, все та, а потом раз, и все, и вы уже не та. То есть, ну, такого не бывает. То есть, давайте будем все-таки честны, да, с собой. Не бывает такого. То есть, значит, все это происходит. То есть, вы говорите, вдруг, все понимают, ну вот, какая девочка им нужна. С одной стороны, говорит о том, что вы склонны к тому, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Вот. Ну, в частности, вы, вот, сравниваете себя с другими девочками. Например. Ну, в частности, в частности, в частности. Вот. Вы сравниваете себя с другими. Это первое. И второе, это то, что вы, эээ, значит, как-то вот, ну, эээ, как-то вот, эээ, как-то вот, эээ, видимо, боитесь, эээ, боитесь, эээ, того, что вы останетесь одна. Да. Вот. И опять же, и опять же, и опять же, опять же, вы говорите, что вы любите себя, вы говорите, что вы уважаете себя, вот. Эээ, но, то-то вы говорите, что кто-то нашел, эээ, кто-то нашел, эээ, другую девочку, лучше, чем вы, говорит о том, что вы сомневаетесь в себе на самом деле. Вот. Понимаете? И причины ваших сомнений скроются в том, что вы не до конца себя принимаете такой, какая вы есть. Конечно, с этим можно спорить, но факт остается фактом. Вот. Вы так же склонны себя обесценивать, потому что вы говорите, а со мной не пойми как. Они любят друг друга, женятся, рожают детей, я остаюсь одна. Ну, понимаете, вот, эээ, вы не хотите быть одной. Вы не хотите быть одной. Вы боитесь остаться одна. И, скорее всего, эээ, вам нужен любимый человек рядом. Вам нужны дети, вы об этом пишите дальше. Потому что это всё вам что-то даёт. То есть, без этого вам не хватает. Вам не хватает, эээ, чего-то. Без этого. Знаете? А если вам не хватает чего-то, то можно говорить о том, что вы ведёте себя, эээ, ну скажем так, как нуждающийся партнёр. Понимаете? Я не говорю, что вы ведёте себя так всегда. Я не говорю, что вы ведёте себя так постоянно. Но в определённый момент вы начинаете вести себя как нуждающийся партнёр. А нуждающийся партнёр, эээ, он всегда, эээ, скажем так, растворяется в другом. Стремиться к тому, чтобы раствориться в другом человеке. А другому человеку не нравится, что с одной стороны, ээ, в нём растворяются, а с другой стороны, эээ, в нём нуждаются так сильно. Потому что это вызывает давление. Понимаете? Это вызывает именно давление. То есть, ощущение давления со стороны человека. Вот, например, со стороны вас. И поэтому вы, вероятно, и расстаётесь с мужчинами. Вот. Ну, я не знаю, может быть, вы, может быть, с вами, с вами. То есть, знаете, тут тот же момент. Вы говорите, со мной опять расстался ещё один молодой человек. То есть, вы как бы здесь, эээ, не говорите, что это, эээ, у меня не получились отношения. Что-то я не смогла построить отношения. Вы не пишете этого. Вы говорите, что со мной молодой человек расстался. То есть, то есть, вы перекладываете ответственность в себя. Да. Дальше. Мне чуть больше 30 лет и нет детей. Да и смысл уже, наверное, нет рожать детей. Эээ, интересный момент. Значит, смотрите. Вам чуть больше 30 лет и нет детей. А должны быть. Эээ, вы говорите, нет смысла рожать. А какой вообще смысл рожать детей? Вам, ребёнок, зачем? Эээ, пару раз, эээ, были ранние сроки беременности, каждый раз плотное яйцо не закреплялось, как надо, и случался выкидыш. Когда я уже так надеялся, думал, вот, наконец-то, только было счастье. И вот, на, опять, эээ, значит, ну, фиг тебе, а не счастье. Ну, опять же. Опять же. Эээ, у вас сверх мотивация, эээ, завести ребёнка. То есть, я опять-таки, эээ, не могу сказать, эээ, сейчас, в чём конкретно заключается. Мотивация. То есть, почему вам, эээ, так важно завести ребёнка. Но, однозначно, однозначно, что, что выкидыш у вас происходит именно потому, что, эээ, с одной стороны, вы в этом очень сильно нуждаете, а с другой стороны, эээ, как бы, вот, то, почему вы в этом нуждаете, то есть, именно факт нуждаемости, определяется тем, что у вас этого нет. А если у вас этого нет, то можно говорить о том, что вы считаете себя, ну, я не знаю, неполноценным, может быть, эээ, недостойным, может быть. Понимаете? Какая история. И, эээ, из-за того, что вы чувствуете себя, эээ, неполным, у вас и не закрепляется ребёнок. Потому что, если человек не чувствует себя полным, не чувствует себя достойным, не чувствует себя полноценным, эээ, нуждающимся, то это означает, что у него, эээ, есть, как бы, запрет на близость. То есть, я не могу быть счастливой. Кто-то вам запретил быть счастливой. Дальше. Так, эээ, недавно опять случился выкидыш, когда он уже знал о своём положении, стала планировать, думать о том, в какой комнате сделать ремонт, куда ставить детскую кроватку, выбирать коляску, одежду, следить за своим питанием, готовить праздник, чтобы сообщить родным эту новость. И всё оборвалось неожиданно и нежданно, мне больно. Ну, смотрите, во-первых, эээ, отдельного вопроса, пожалуй, заслуживает тот факт, что вы собирались объявить о ребёнке как о празднике, но при этом, эээ, без, как я понимаю, отца ребёнка. То есть, мужчина не обязательно. То есть, вы временный, а мужчина, мужчина, он, ну, не нужен. Это первое. Эээ, такое понимание праздника не все, не все могут разделить. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите нежданно и неожиданно. Здесь тоже интересный момент. Если у вас были выкидыши, и если выкидыши случались, то, как минимум, есть определённая тенденция. Ну, тенденция к тому, что у вас происходит выкидыши. И по какой причине вы не ожидали того, что в этот раз у вас он может быть выкидыши, если я имею в виду, не совсем понятно. Потому что, ну, раз это происходит, то, наверное, есть какая-то причина. И поскольку эта причина имеется, то вы её не устранили. То есть, у вас идеальное здоровье, как вы говорите, идеальное здоровье. Но при этом это происходит, значит, причина-то какая-то другая, причина в чём-то другая. Но вы-то о ней как бы ничего не знаете, вы не устранили её никак. И при этом вы считаете, что у вас должен был быть ребёнок. То есть, вы рассчитывали на это. Есть у меня вопрос. А вот по жизни вы вообще исходите из того, что будете делать, если проиграете, например? По жизни вы исходите из того, что вы будете делать, если, ну, у вас что-то не получится? Или вы постоянно ожидаете столько, ну, столько победы? Вот мне почему-то показалось, что вы ожидаете только победы, и на том, что вы проиграете, о том, что вы можете, ну, о том, что может что-то не получиться-то. Вы не рассчитываете на это. И на мой взгляд, на мой взгляд, это несколько странно. Потому что, ну, как бы, логически если размышлять, то всегда-всегда есть вероятность того, что что-то может пойти не так. Вот. То есть, это нормально. Ну, вообще-то говоря, это нормально. Вот. А вы как-будто бы нет. Как-будто вы, как-будто бы так не считаете. И возникает вопрос, насколько вы подготавливаете себя. То есть, как-будто, как-будто, понимаете, получается так, но как-будто расставание с молодым человеком для вас неожиданность сейчас. При прочих и равных условиях. То есть, при условии того, что вы, значит, так и нашли причину, причину, по которой вы расстаетесь с людьми. Вот. Не понимаю, что со мной не так, почему всё так, почему я всегда не та, почему я всегда не такая. Я допускаю, что вы не понимаете. Дело не в том, что вы не та. Дело в том, что вы, скорее всего, не ведёте себя естественно. Именно из-за того, что вы не ведёте себя естественно, вы не способны раскрываться полностью. Потому что вами движет желание, желание отношений, желание семьи, желание детей. А это как-бы мешает естественному поведению. Вам мешает, как, мне кажется, планирование. Вам мешают чётко поставленные цели в отношениях. То есть, в отношениях не ставятся цели. Понимаете? Отношения выстраиваются ради отношений, не ради детей, не ради чего-то ещё. Если вы выстраиваете отношения ради этого, то можно говорить о том, что... Значит, ну... Можно предположить, что вы здесь тоже отклоняетесь от курса своего. Дальше. Прошла всего неделя с момента расставания, он мне встретил её. И вроде она тоже, как и я, милая, скромная, его типаж, но даже внешне видно, что она им больше подходит, чем я. Вот, понимаете? Это вот сравнение себя с другими. Вы не можете себя любить и уважать, если вы сравниваете себя с другими. Вот. Ага. Дальше. Просто я устала от чего? Как ни пытаюсь мыслить позитивно, но внутри меня разбирают ненависть, обиды и расчарования на жизнь. На все ситуации, на саму себя. Ненависть на кого? Обида на кого? Разочарование на кого? Не на жизнь. Жизнь здесь ни при чём. Понимаете? Имеет значение только люди, которые на вас влияют и вы сами. То есть, ненависть – это обесценивание чрезмерно чего-либо. Обилие – это завышенные ожидания. Разочарование – это следствие идеализации. Понимаете? И у всего этого есть причины. Есть причины, по которым вы, значит, ну, вот это всё испытываете. И за это ответственны не только вы, но и те, кто рядом с вами был в семье. Вот. Люблю, полюби себя, я люблю себя. Как вы себя любите? Вот. Что для вас любовь? Расскажите, пожалуйста. Я уважаю себя. Как он себя уважает? Расскажите, пожалуйста. Я не бегаю, не ползаю, ни у кого в коленях. Там она расцелит, я молча, молча ушла. Ну, это, знаете, знаете, это скорее смирение. То есть, молча ушли, пригласили, ушли, а выводы-то сделали. Иначе толку уходить, если вы выводов не сделали. Ага, да, меня добивались, ухаживали постепенно. Со временем я влюблялась, открывалась человека, с одним встречалась три года. Ну, понимаете, я верю, что вас добивались, я верю, что за вами ухаживали. Я верю, что вас хотели завоевать. Это я верю. Ну, как вы понимаете, завоевать и быть вместе – разные вещи. За последний год, а других даже вспоминать, писать не хочу, но все заканчивалось одинаково. Ну, я так думаю, что у вас стоит запрет на близость и запрет на то, чтобы быть счастливым. У меня уже просто нет сил на новые отношения, на то, чтобы кому-то открываться, любить, я не могу, больше не хочу. Если не хотите, тогда чего вы хотите? Вот чего вы не хотите, вы написали, а хотите чего? Далее, что значит нет сил на новые отношения? Отношения не должны отнимать силы. Отношения – это свободный полет, это творчество. Это естественность, это спонтанность. Если у вас на новые отношения отнимаются силы, значит, простите, но эти отношения для чего-то, опять же, вам нужны. А это мешает. Подруга мне говорит, да нафиг тебе кто-то нужен, нет детей, слава богу, но когда у тебя есть любимый человек, когда с тобой рядом человек, легко расследовать и говорить, да не надо тебе никого, а я тоже человек, женщина-девочка, я хочу быть любимой. Вот это очень важный момент, почему вы хотите быть любимой? Почему вы хотите любить? Почему вы хотите родить ребенка? Знаете, нельзя хотеть любить, волей-неволей вы идеализируете любовь. Нельзя хотеть родить ребенка, волей-неволей вы его идеализируете и вкладываете в него ожидания, и это все чувствуется по вашему поведению. Понимаете? Нельзя хотеть быть любимой, потому что каждый любит по-разному, по-своему. Возникает вопрос, что вы ведете себя сейчас как недолюбленный ребенок. То есть вас в детстве, видимо, либо чрезмерно любовью окружали, либо наоборот, любви вообще не давали. Но вот то, что вы хотите быть любимой, любить и родить ребенка, это не нормально. Понимаете? То есть это нормально в качестве таких, знаете, целей, типа, ну, я вот считаю, что женщина должна родить, как бы. Ну, да, я-да-да, я должна родить. Ну, рожу-не рожу, но было бы здорово, если бы я родила. Я считаю, что женщина должна выйти замуж. Ну, я не знаю, выйду я замуж или нет. А если выйду, то здорово. Вот так. Я не знаю, полюблю ли я. Вообще хотелось бы. Ну, полюблю, да хорошо, нет, ну, значит нет. То есть вам должно быть комфортно самой собой, понимаете? Чтобы строить полноценные отношения. И вот этого всего тогда просто не будет того, что вы пишите, что хотите любить, быть любимой и родить ребенка. Далее, вы говорите, тем более у меня все готово к этому. Квартира, машина, работа, все есть, кроме одного. Ну, может быть, это мужчины отталкивают, потому что мужчина чувствует, что вы конкурент-конкурент. Что у вас есть квартира, у вас есть машина, у вас есть работа. А он тогда зачем? Может быть, вы как раз таки и не даете мужчине чувствовать себя мужчиной с вами. Такое тоже может быть. И здесь можно говорить о переоценке и корректировке вашей модели женского поведения. Потому что мне кажется, что вы слишком такая сильная, слишком, может быть, подавляющая мужчина. Ну, не знаю, конечно, это нужно выяснять, но тем не менее, модель поведения нужно немного менять. То есть нужно уметь быть слабой. А мне кажется, что вы с мужчинами слабой не бываете. А слабость для мужчины, это одно из важнейших качеств, которое обеспечивает серьезные отношения. Так, любимого человека, которого просто нет, никогда не было и, видимо, никогда не будет. Но это странно, особенно если вы те, что вы влюблялись, об этом мой коллега уже говорил. То есть тут противоречие есть. Смысл жизни непонятен. Вот именно. Смысл жизни это не в том, чтобы жить ради себя, хотя и в этом тоже. Но смысл жизни должен быть помимо семьи, помимо любимого человека и помимо детей. Потому что вы полноценная личность. А если вы с кем-то, то получается, что вы используете этих людей для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Как вы считаете, люди достойны этого? Ваши дети достойны этого? Ваш любимый человек, которого нет и не было, достоин этого? Вот. Больше нет сил, я устал. Опять же, от чего? Ну, понятно. Сейчас вы переживаете тяжелый период в своей жизни. Вот. Я понимаю. Я понимаю вас. Все это можно решить. Я рекомендую вам обратиться к психологу, любому-любому, который вам придется по душе и с ним поработать. Вот. Хотя бы на, ну, по такому принципу, как сказал Борис Никифоров. В идеале, как Кудрышев, но это зависит от того, на что вы готовы. Ну, вот. Вы так живете не один год, и на то, чтобы изменить модель поведения, требуется время, усилия и ваше желание. Но делайте это нужно для себя, а не для других. То есть, если вы меняетесь, то меняетесь для себя, а не для кого-то еще. И тогда все получится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Просто позаботиться не только как. На этом все. Обacing Caredo. Да.